МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как врачи оценивают состояние малыша и что известно о его семье? Подробности инцидента с обморожением трехлетнего ребенка. Народные гуляния в парке Алдана. Жители определились с идеями благоустройства территории отдыха. Якутские борцы завоевали путевку на чемпионат России. Женская и мужская сборная региона медалисты Дальнего Востока. Это новости в прямом эфире в студии Юлия Великодная. ЧП в Якутске в столице республики трехлетний ребенок гулял раздетым на морозе. Как врачи оценивают состояние малыша и что известно о его семье? С подробностями наш корреспондент. Вчера возле этого магазина в 10 часов 14 минут бегал босиком двухлетний ребенок. В одних плавках и в майке в минус 45 градусов. Увиденное шокировало сотрудников магазина. Женщины проявили бдительность и оперативность. Ребенка немедленно занесли в помещение. Попытались отогреть и вызвали скорую. Да, это так. И что случилось? Родители приехали? Родители приехали, забрали его. Мама пришла и забрала его. Вы видели сами, своими глазами этого ребенка? А что случилось там? Обморожение? Ничего, ничего. Обморожения там у него никакого не было. Он только выскочил вот из водезда. И наш водитель вышел в машину и его увидел. На ногах был снег. Я сразу взяла в туалете холодной водой, обмыла. Ножки розовенькие были, чуть-чуть горячие. Мы сразу вызвали скорую. Скорая приехала, его забрали. Мальчик 2014 года рождения госпитализирован в ожоговое отделение Центра экстренной медицинской помощи. У ребенка диагностировали отморожение обоих стоп 1-2 степени. В ходе проверки следователь установит все обстоятельства произошедшего, а также дадут правовую оценку действиям лиц, почему присмотром находился ребенок. За ребенком сразу прибежал родственник, которому поручили приглядывать за мальчиком. Но бдительные сотрудники магазина дождались наряда спасателей и карету скорой помощи. Малыша немедленно доставили в ожоговый центр для дальнейшего обследования. В магазин ушла, потому что она с пакетом была. И потом девушка вечером пришла и пакет забрала. Ну, значит, все хорошо. Все хорошо, да. Позже выяснилось, родственник женщины, на которого мать оставила сынишку, вышел к соседям на пару минут. Этого хватило, чтобы трехлетний мальчуган выбежал в подъезд и далее на улицу. Дверь за ним захлопнулась. Ребенок вынужденно побежал по снегу в знакомый магазин. Специализированное отделение города Якутска. Региональный ожоговый центр республики Сыкова. Братьев будет с ним? Значит? Ну, я же вам ответил уже. Все хорошо с ним? Нет, все под контролем. Сотрудники магазина уверены, семья благополучная. А произошедшее – несчастный случай, который может произойти со многими. Так это или нет, теперь будут разбираться специалисты. Петр Говоров, Георгий Григорьев, Якутск. Тревожные новости приходят сегодня из Нюрбы. Там обнаружили замерзшего насмерть полицейского. В Нюрбинском управлении внутренних дел от комментариев отказываются. Лишь говорят, что проводится служебная проверка. Однако наши источники подтверждают – молодой мужчина умер. Причины трагедии выясняются. По факту смерти Нюрбинским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка. При осмотре видимых повреждений, которые могли бы свидетельствовать о насильственном характере смерти, на теле погибшего не обнаружено. В настоящее время в рамках процессуальной проверки устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам которой будет принято соответствующее решение. Спор между пассажирами автобуса чуть не закончился трагически. Женщину вытолкнули из автобуса, она упала и пожаловалась на боли в руке и спине, рассказали случайные прохожие. Как сообщила сама пострадавшая, ее силой вытолкнули из салона мужчины – обычные пассажиры общественного транспорта. Причиной стало, по ее словам, то, что она заняла место кондуктора. На месте происшествия прибыли сотрудники ДПС, они взяли показания у пострадавшей. После чего инспектора выяснили, что маршрутный автобус номер 4 был причастен к этому делу. Проследовали на конечную остановку, где задержали водителя 78-го года рождения и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства по существу дела. Выявили нарушение безопасности на руднике «Интернациональный в Мирном», сообщается на сайте Ростехнадзора. Поводом для внеплановой проверки стал инцидент с возгоранием самоходной машины, предназначенной для перевозки людей. Возгорание произошло в начале января этого года. В результате выявлено, что эксплуатировалась технически неисправная машина. Техосмотр перед выездом не проводился. А также зафиксирован ряд других нарушений. Компании «Алроса» выдано предписание об устранении нарушений в отношении лиц, виновных в несоблюдении требований законодательных и нормативных правовых актов, возбуждены административные производства. Борьба с раком – приоритетная задача этого года перед здравоохранением республики. В Сахатеатре прошла акция, посвященная Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями. Десятки врачей провели прием граждан по различным видам медицинских услуг. Горожане смогли в одном месте за короткое время посетить нескольких специалистов, пройти УЗИ и получить консультацию онколога. Продолжит Сергулана Захарова. Предупрежден, значит вооружен. Ранняя диагностика рака может спасти человеку жизнь. Акция помогает людям в один день в одном месте получить консультации сразу нескольких специалистов и пройти обследование на предмет наличия онкологических образований. В поликлиниках все равно такое не пройдешь. Очень часто отфутболивают в поликлиниках, все нормально говорят. А здесь вот даже выявили уже, просто при осмотре уже обнаружили. Это хорошо, конечно. В больницу не идем, тут ничего сразу, на прием ходим. Все прошло вроде бы. Но есть там нарушения, конечно. Не без этого. Года-то уже не те, не молодые. Хорошо очень. Время получилось, выиграл пятую поликлинику, там идти потом. И тут меня пробаливает это. Получил четкую консультацию. Поток желающих проверить свое здоровье немал, но врачи успевают уделить внимание каждому. Прием ведем как обычно. Пациенты в основном возрастные, можно сказать. Больше всего наблюдается пациент с раком легкого, желудок, молочной железы. Акция посвящена Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями. В последнее время мы все чаще слышим о заболевших среди представителей молодого поколения. Однако, как говорят в Минздраве Республики, уровень выявляемости рака среди молодежи остается таким же, как это было, например, лет 10 назад. Но, несмотря на это, не успокаивает общая статистика. Якутия на втором месте по количеству онкологических заболеваний. По поручению министра здравоохранения Охлопкова Михаила Егорыча, 2018 год, мы его обозначаем для себя как и приоритетным направлением по выявлению онкологической патологии. По итогам прошлогодней акции у 20 человек выявили злокачественное образование и еще у 100 предраковое состояние. Сейчас же специалисты направили уже более 100 человек на дополнительные обследования с подозрением на онкологию. И это не может не пугать. И это еще раз доказывает актуальность и необходимость таких мероприятий. Сарклана Захарова, Григорий Охлопков, НВК Саха, Якутск. На реконструкцию онкоцентра Якутия получит 363 миллиона рублей. В 2018 году в республике завершится реконструкция радиологического отделения Якутского онкологического центра. Из федерального бюджета Дальний Восток получит 1 миллиард 400 миллионов рублей на строительство больниц в рамках государственной программы развития здравоохранения. Средства софинансирования на строительство больниц получат три дальневосточных региона – Якутия, Хабаровский край и Магаданская область. Соответствующий проект распоряжения правительства, подготовленный Минздравом России, согласован Минвостокразвития. К другим темам. Рисовать как Сальвадор Дали. Художественная мастерская «Арт Холл» провела традиционный воскресный мастер-класс для всех желающих сделать первые шаги в искусстве. Необычные формы и замысловатые сюжеты в жанре сюрреализма начинающим художникам пришлись по душе. Даже несмотря на то, что большинство участников урока впервые рисовали мыслиными красками. В Алдане благоустроят парк. Остается ровно неделя до завершения первого этапа программы «Городская среда». Уже можно сказать, что в Алдане он пройден успешно. Из поступивших предложений бесспорным лидером стал парк в районе Мемориала славы. С подробностями наш корреспондент. «Выходи гулять». Под таким девизом алданцы провели массовое мероприятие, направленное на повышение общественной активности и возможности принимать решения в обустройстве родного города. Местом народных гуляний был выбран парк возле Мемориала славы. И это не случайно. В настоящее время данная территория, это городской парк, она лидирует по количеству набранных предложений. И данный фестиваль проводится в рамках «Выходи гулять» для того, чтобы привлечь внимание населения города и благоустроить данную территорию. Катание на санях и снегоходах, горячий чай для сугрева и просто хорошее настроение. В век мобильных устройств и гаджетов нам не хватает простого человеческого общения, когда вместо сухой смски можно обняться и улыбнуться друг другу. Чтобы мы могли здесь гулять с детками, качаться на качелях, может быть какая-то танцплощадка, лавочки, все освещение, чтобы радостно людям было встречаться, общаться. Алдан уже, можно сказать, успешно прошел первый этап проекта «Городская среда». Поступившие предложения от горожан пестрят обилием фантазий и желаний. Каждый хочет видеть что-то свое особенное, в том числе в этом парке. Чтобы это была настоящая зона для нашего городского населения, чтобы мы здесь получали позитив, чтобы он развивался, чтобы это просто был рай. Я как молодая мама, я хочу приходить только сюда, здесь рядом мой дом. Я хочу приходить с коляской, гулять с детьми, я хочу кататься на велосипеде, я хочу все время проводить здесь, это мое любимое место в городе. Сбор предложений продлится до 9 февраля, но уже сейчас очевидно, что победителем станет именно этот парк. В очень сжатые сроки дизайнеры и архитекторы, опираясь на пожелания алданцев, должны будут создать проект будущей зоны отдыха. Как будет выглядеть парк будущего и что предложат дизайнеры, узнаем совсем скоро. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алданский район. К новостям спорта, якутские борцы завоевали 8 золотых медалей чемпионата Дальнего Востока по вольной борьбе. Напомним, финальные схватки прошли сегодня в Нерюнгре. Наши спортсмены уступили лидерство лишь в двух весовых категориях до 74 и до 79 килограммов. Накануне завершилась женская часть турнира, якутянки выиграли золото во всех весах. Теперь победители отправятся на чемпионат России по вольной борьбе. А во дворце спорта «50 лет победы» проходит чемпионат Якутии по мини-футболу первой лиги. В четвертый день по круговой системе в нем участвуют семь лучших сборных по итогам прошлогоднего первенства. Это команды Алданского, Мегина-Кангаласского, Мирнинского, Алёкминского, Ленского-Улусов, поселка Жатай и Якутска. Отборочный чемпионат определит финалистов. Лучшие шесть команд примут участие в седьмых спортивных играх в народах Якутии. Команда, занявшая последнее место, спустится во вторую лигу. Стало известно, что безоговорочным лидером и победителем стала команда города Якутска. Сегодня проходит последний тур. Я думаю, что определился чемпион, еще не закончились игры, но определился чемпион. Это будет город Якутска, второе место Алдан занял и третье Мегина-Кангалас. Вот только что закончилась игра между Алданом и Мегин-Кангаласом, где очень упорная борьба была до последней секунды. Неясно, кто будет победителем, но все же алданцы выстояли в этой напряженной борьбе и заняли второе место. В Мегина-Кангаласе занимают третье место, а за четвертое, пятое, шестое еще борьба предстоит. К этому часу у нас все новости. Оставайтесь в курсе событий с Якутией 24. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова